друзья всем привет это уже третья серия на канале у нас для вас хорошие новости мы сделали кучу крутых вещей в общем и целом мы разобрали кузов на нем практически уже ничего не осталось ни одного единого винтика все сняли уже примерно прикинули чем мы будем выпиливать как мы будем выпиливать картина становится более ясно и также мы сделали еще и английское колесо я говорил о том что мы его скоро соберем и мы действительно собрали успели до нового года я уже попробовал чуть-чуть на нем прокатать там кусок металла тяжело но прикольно прикольно и хочется больше вот понимать изучать как это работает как на этом работать в общем круто на следующий видос мы вам покажем уже в целом как мы его собирали как мы проектировали варили тестировали короче это следующий доз покажет а сейчас покажу наш стапель который мы сделали на базе вас газ вас газ на базе газ 24 подвески в общем это стапель на который мы варим раму сварили его в принципе по общим размерам самой волги мы сняли соответственно разобрали машину сняли мост передний переднюю подвеску задней приварили это все жестко почему приварили наши полы чуть неровные и как раз они колеса немножко компенсирует чтобы диагональ не гуляла мы уже набросали крепление рычагов задней подвески набросали переднюю подвеску но это еще просто серии потом мы уже накидали раму и уже ее разобрали для того чтобы немножко обварить чтобы она уже имела жесткость все было на прихватках сейчас здесь до сих пор все на прихватках вот но уже начинает обвариваться та сторона обварил сейчас наверх ногами это передняя подвеска там задний мост крепится все уже выставлено диагонали получилось высадить идеально то есть как мы их выставили мы взяли кусок профильной трубы закрепили на там труба 20 на 20 закрепили кусок трубы 25 на 25 он гуляет винтиком регулируется выставили там длину межосевого расстояния так так вот так вот так и все ништяк сейчас мы это все обварим чуть-чуть усилим косынками всякие там дополнительные места и потом мы уже будем все это собирать чтобы подвеска уже имела какой-то ход что-то там из себя представляла чтобы нового она уже была похожа на основании и офигенная новость мне вчера позвонит транспортной компании нам пришел мотор 3 узет от тойота mangesta вроде бы и я ни разу не запускал никаких 3 узет вообще не и мотор и я не запускал которые контрактные приходят поэтому нужна помощь грамотного электрика или вот чтобы сделать там монтажный блок чтобы его запустить чтобы он все он работал пока мы там ковыряемся его адаптируем к этой раме то есть нам нужна помощь поэтому пожалуйста подскажите может быть у вас есть какие-то контакты того человека который может нам помочь с электропроводкой для 3 узета если передняя подвеска у нас построена по геометрии вас классика и в принципе все детали тоже вас классика рычаги рулевая рейка классика гольф 2 и так далее то задний мост он уже немножко переделаны в самой конструкции геометрии подвески то есть мы уже сделали тут рычаги кстати вазовский но мы их переделали сделали два рычага это получается сейчас мост вверх ногами лежит то есть задняя часть здесь два рычага реактивная тяга будет вот она лежит и и надо будет еще согнуть нам для того чтобы она проходила сверху реактивная тяга будет сверху проходить пневмо подушки здесь стоят они получаются тоже задней части здесь на этой на этой трубе закреплены уже амортизаторы и в целом по задней подвеске все то есть тяги по две с каждой стороны подушки аморты и реактивная тяга по задней подвеске все и останется еще немножко усилить сам чулок моста где-то здесь здесь и здесь ну будем пластинами усилять и еще усилим сами крепление рычагов так по задним тормозам все остается как есть два суппорта мы уже их закрепили адаптировали пришлось немножко фрезернуть это я тоже говорил но тем не менее повторюсь чуть чуть-чуть пришлось фрезернуть суппорта чтобы они здесь хорошо держались в целом уже здесь по мосту все прям вот почти готово поэтому когда мы соберем я уже покажу как это все там ходит работает единственно мы не заказали еще управление пневмо я тоже в этой теме не знаток поэтому подскажите где можно купить то есть мы купили подушки но мы не купили управление я посмотрел на алиэкспресс я посмотрел там на других сайтах по-моему аир мастер то есть разница в цене колоссальная какую выбрать для удобства и какие нюансы вообще в порядке потому что есть подвеска с регулировкой высоты ну и дать датчиком высоты есть подвеска без этого то есть какая лучше я еще пока не внедрялся не знаю но было бы интересно узнать ваш совет и вот вообще подскажите по этому поводу друзья у нас очень много запчастей осталось от этой малышки потому что мы ее разобрали полностью и половина всего нам не подойдет поэтому мы будем это продавать если кому-то что-то интересно ссылка в инстаграм описание инстаграм ссылка в описании на наш инстаграм пишите мы вам это отдадим с огромной скидкой если вам напишите здесь у нас есть фары правда одна немножко лопнула также у нас есть салон салон кстати вообще в идеальном состоянии и он немного от более современной модели но он в идеале есть руль есть рулевой кардан у нам тоже не пригодится в целом как бы много всяких мелочей деталей которые часто бывает там хрен где найдешь пишите звоните отдадим ребят следующем выпуске я вам расскажу про английское колесо откуда она вообще произошло зачем оно нужно и как мы его сделали прям все детально покажу и расскажу поэтому подписывайтесь ждите следующее видео всем спасибо за просмотр и пока